Мы в наш парк юбилейный идем, как тогда в пионерское лето. Парк всегда в нашем сердце живет, он как вешнее солнце на свете. Автор стихов про парк юбилейный, жительница Барнаула, общественница и просто удивительная женщина Наталья Васильева. Народные традиции и ее давние увлечения. Этими знаниями она делится на праздниках, которые сама же организует, на носу масленица. Одни возрождают парк благоустройством, а она вдыхает жизнь. Мы пригласили в прошлом году и будем приглашать дендрарий. Боже, это же можно сделать второй дендрарий. Наталья – музыкант, историк, гид-экскурсовод, учится стрелять из лука, расписывает платье и через все занятия проносит народные мотивы. Вот такая спинка, лен. Это все, ребята, это манжирок, потому что мы там с ней были. И там на манжирке в свое время росли белые лилии и золотые лилии. Ну, это вот мы их взяли, нарисовали. В доме Натальи много интересных вещей. Стол в виде змеи, люстры с павлинами, подносы ручной работы. Мебель вся сделана руками Петра Петровича. Вот его место, мужское место. Это всегда утром у нас. Он сидит, здесь пьет чай. Я сижу напротив, я уже так вот. Я сижу напротив, и мы, например, иногда беседуем. О чем? Нам очень обоим нравится литература. В частности, поэзия. Супруги регулярно проводят литературные вечера, собирая по 15 человек. И было на службе, и в сердце. У них огромное небо, огромное небо, огромное небо, одно на двоих. А еще Наталья обязательно выделяет время на поездки. Тобольск, Казань, Томск, Ямал, Санкт-Петербург. Неполный список городов, где она была. В планах поездка на зимний Байкал, на ледовый фестиваль. В мечтах всемирное мероприятие под названием «Игры кочевников». Причем не просто его посещение, но и участие, а возможно и создание аналогов в Барнауле. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.